Здравствуйте! Я Ива Афонская, филолог-литерат, поэтесса и художница. И я хочу обсудить с вами последние новости в России. В своем предыдущем видео я рассказывала о том, что известного лидера левого направления Николая Николаевича Платошкина посадили под домашний арест за попытку организовать митинги протеста. Я повторяю, законные, на законном основании, на которые он просил разрешения. Сейчас стоит вопрос о том, что его могут осудить и дать срок по ставшему уже традиционному для наших властей обвинению в экстремизме. И даже в лучшем случае, если этот срок будет условный, с наказанием не в тюрьме, а под домашним арестом, это лишит его права участвовать в будущих президентских выборах, выдвигать свою кандидатуру в президенты. Потому что в России есть закон, согласно которому осужденный когда-либо и за что-либо не имеет права участвовать в выборах президента в качестве кандидата в президенты. По этой же причине ранее отказали в части выборах Навальному, хотя его приговор был отменен и признан незаконным европейским международным судом. Поэтому в новой редакции Конституции, в поправках, предложенных Путиным, стоит предложение, что Россия не подчиняется международным соглашениям и не обязана их выполнять, чтобы граждане России не могли получить защиту в международных инстанциях. Продолжается то, о чем я говорила в своей предыдущей статье и видео, как Путин расправляется с политическими конкурентами. Его сторонники говорят, что выбирать больше некого, потому что других достойных кандидатур просто нет. Но их нет потому, что всех набирающих популярность политических лидеров не допускают до выборов различными методами. И один из этих методов, как мы видим, раньше применялся к Навальному, теперь применяется к Платошкину. По какому-нибудь сфабрикованному обвинению человека осуждают безвинно, и потом, под этим предлогом, он уже не может выдвигать свою кандидатуру на выборах президента. Что показывает нечестность политических методов Путина. Арест Платошкина из-за ведения судебного дела против него это только способ убрать из участия в будущих президентских выборах набирающего популярность политического лидера, который становится политическим конкурентом. Если есть охота, покуда есть друзья, давайте делать что-то, иначе жить нельзя. Ни смысла и ни лада, и дни, как решето, и что-то делать надо, хоть неизвестно что. Давайте что-то делать, чтоб духу не пропасть, чтоб не глумилась челядь и не кичилась власть. Пусть наша плоть недужна и безысходна тьма, но что-то делать нужно, чтоб не сойти с ума. Уже и то от рада у запертых ворот, что все, чего не надо, известно наперед. Решай скорее, кто ты, на чьей ты стороне, обрыдали анекдоты с похмельем наравне. Никто из нас не рыцарь, не праведник, не кчелом, но можно ли мириться с неправдою и злом? За Божий свет в ответе мы все вину несем, неужто все на свете окончится на сём? Давайте делать то, что Господь в душе велел, чтоб ей не стало тошно от наших горьких дел.